Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. После публикации отчета по инфляции в США, вероятность повышения ключевой процентной ставки Федрезервом снизилась до нуля. Речь не только о ее повышении в декабре, но и в текущем цикле. На это указывает реакция рынка, но давайте начнем с данных. Индекс потребительских цен вырос всего на 3,2% в годовом выражении. В этот момент может возникнуть вопрос, почему всего-то на 3,2%, если целевой уровень для этого показателя 2%. Дело в том, что еще месяц назад инфляция была на полпроцента выше, а 12 месяцев назад практически в 2,5 раза выше. Учитывая темпы ее снижения, можно с уверенностью говорить о том, что текущего уровня процентных ставок достаточно для возврата инфляции к целевому уровню. Более того, это может произойти быстрее, чем многие предполагали ранее. В первую очередь обращу внимание на снижение доходности гособлигаций США. Это привело к ослаблению американской валюты и соответственно к значительному укреплению ключевых фондовых индексов. Золото также отреагировало бурным ростом, но к нему мы еще вернемся. Сейчас же уделим внимание валютной паре евро-доллар, которая прорвалась выше технического уровня сопротивления 1,0850. Взрывной рост обусловлен резким изменением настроений из-за того, что дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва уже точно не будет. Как следствие, доходность гособлигаций США может снижаться, возвращая интерес к рисковым валютам, которые на сегодняшний день недооценены. Как уже отметил ранее, золото перекрасилось в зеленый цвет, прибавив более 25 долларов. Однако спрос вблизи сильного технического уровня сопротивления 1970 долларов за унцию остается слабым. Это плохой сигнал для покупателей, увеличивающий вероятность того, что этот рост является коррекцией. Поэтому лишь прорыв и последующая фиксация цены выше отметки в 1970 долларов, позволит рассчитывать на дальнейший рост стоимости драгметалла. До этого момента медвежий сценарий выглядит более реалистичным в среднесрочном периоде. А теперь перейдем к рынку криптовалют. Биткоин обвалился до 35 тысяч, отреагировав на отчет по инфляции в США. На первый взгляд инфляция в США не имеет никакого отношения к рынку криптовалют, но это не совсем так. Дело в том, что значительное замедление инфляции снижает вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС. Это в свою очередь увеличивает интерес к рынку акций, ведь теперь речь не идет об увеличении стоимости денег, а скорее о дате ее снижения. Поэтому инвесторы верят в рост фондового рынка, который явно отнимет часть капитала у рынка криптовалют. Проще говоря, теперь инвесторам не так интересно инвестировать в сверхнеопределенный рынок, когда более понятные акции могут дать относительно хорошую доходность. Но еще раз напомню, что для устойчивого и долгосрочного роста, биткоину необходимо одобрение заявок на создание инвестиционного фонда. Без этого бычий сценарий практически невозможен. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.